Зарубежный плен. Карагандинские студенты не могут вернуться домой. Пять месяцев назад Карагандинский государственный университет отправил молодых людей на обучение в Румынию. Однако вернуться на родину учащиеся не могут из-за проблем с авиабилетами. Родители бьют тревогу, а вуз не в силах решить проблему. Почему, выясняла Аида Ибраева. Дочь Акалбека Абдекалийкова не может вернуться домой из Румынии. В сентябре прошлого года она и еще пять ее одногруппниц выиграли конкурс и получили бесплатный грант на обучение за рубежом. Карагандинский университет взял на себя перелеты и оформление документов. Румынская сторона обеспечивала бесплатное проживание и обучение. Казалось бы, никаких проблем возникнуть не должно. В первых дней начались проблемы, то, что их никто не встречал. Там была несогласованность Каргу с организацией образования румынской. Второе, это было неправильное оформление виз, то есть не была указана цель поездки и сроки. Третье, это было не оформлено, были временные удостоверения на проживание. В связи с этим мы должны были сами за свой счет все это оформлять. Дети из города Кужнапоки своим ходом поехали в Бухарист. Это примерно тысяча километров. Потеряли там 3-4 дня занятий, затратили 62 800 тенге, каждый из них. Ну, Каргу оплатила нам это, но, конечно, без моего вмешательства она бы к месту не двинулась. Однако проблемы на этом не закончились. Сегодня перед студентами стоит иная дилемма – вернуться домой. Мы можем отсюда не уехать вовремя. Мы за свой счет отсюда столько денег, мы просто даже не знаем, откуда нам деньги брать. Даже если родители нам вышлют, чем дольше Каргу не дает ответ правильный, за какие деньги, как нам вылетать вообще, тем дороже нам билет обходится. То есть у нас сейчас осталось чуть меньше месяца. Если мы, чем раньше мы билет купим, тем он дешевле выйдет для наших родителей и для нас самих. Отец Ли охвачен волнением. Его единственная дочь находится на чужбине. А срок окончания действия визы истекает уже 15 февраля. Если до этой даты приобрести билеты не получится, дочь Аклбека вместе с одногруппниками лишится каких-либо прав. Они же несут такую ответственность, как и мы. Они отправили детей туда, они должны дождаться, чтобы все дети вернулись сюда. Это их студенты. Мы доверились государственным учреждениям, государственному университету. То есть вернуть назад. Каким образом, за чей счет, это уже вопрос их. Они раз на себя взяли обязательства, они должны. Если бы мы взяли обязательства, мы будем возвращать. Получается так, что они отнеслись халатно. И так вот, даже обращение наше, как родители, они поясняют, что все молчат. У нас один из человек, говорит, засталось за рубежом. Все молчат, говорит, один вы выступаете. Что вы за какие-то мелочи шум поднимаете. В Тарганинском государственном университете заверяют, что проблему решают. Университет выполнил полностью все финансовые обязательства перед студентами, приобретя авиабилеты в прямом и обратном направлении для всех студентов, оплатив визовые расходы и медицинское страхование. В настоящее время мы столкнулись с такой проблемой, и не только мы. Эта проблема коснулась всех тех, кто на данный момент приобрел билеты компании «Аэросвит». С Казахстана это около 2000 пострадавших от действий данной авиакомпании. Но, если коротко, компания «Аэросвит» заявила о том, что начата процедура признания ее банкротства. В подобной же ситуации оказались еще пятеро караганинских студентов. В Литве всего 11 казахстанцев. 15 февраля караганинцы должны вылететь на родину. Но пока их возвращение домой под большим вопросом. Аида Ибраева, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский.